Ну что, будем смотреть самые странные, необычные, дешевые товары на маркетплейсах. Поехали! Ну, все-таки я доктор, поэтому залазить себе в полость рта я буду в перчатках. И работать мы будем с этими препаратами. Препаратами? Какими препаратами? Ну что, итак, первый этап у нас. Виниры очень доступные. Вот такая красивая, прелестная дама у нас здесь улыбается, просто с идеальными зубами. Называется Snapple Smart. Коробочка довольно дешевенькая, здесь уже даже надпись подстерлась, хотя она свежеоткрыв... Что это? Боже. Это, это... Слушайте, это какая-то жутко дешевая пластмасса с какими-то промежутками, дырками для ваших зубов. Я так понимаю, это должно надеваться как капа. Просто надо надевать, просто надевать, ну... А вот эту я не знаю, что... Давайте попробуем. Ну и как? Слушай, ну метров пять назад отойти, нормально. Серьезно? Нормально? Пластмасса жутко дешевая, и если честно, я вот ради эксперимента поставил ее в полострота себе, но вам не рекомендую. На вкус не очень приятная, вообще это какая-то ерунда, ощущение полного съемного протеза, которую ты надеваешь с эффектом якобы белых зубов. Так, а все подумали, помните, здесь вот вампирские зубы, зубы такие? Вампирские, да. С клыками. Вот тут примерно то же самое, только якобы типа с нормальными зубами. Так, ну с этими винирами мы разобрались, это какая-то ерунда, пластмасска, которая надевается не очень удобная. Опа! У нас здесь еще одни виниры. А тут смотрите, что написано. Раз, два, три шага, и ты с белоснежной улыбкой. Ну что, давайте посмотрим. Итак. Что же? Это уже новый уровень, здесь уже есть искусственная десна. Это очень похоже, что это, искусственная десна, почему она разлепляется, почему где-то не инструкция, где тут написано. Нам нужна теплая вода. Теплая водичка. Сказали, что на две минуты нужно положить в теплую водичку. Кладем. А пока мы ждем две минуты, я вам покажу еще вот что. На самом деле, на самом деле, ребята продумали все. Здесь есть специальная коробочка, в которой ты можешь носить эти зубки с собой. То есть, ты пришел на свидание, такой, мне нужно отойти в туалет. Сейчас я вернусь, и возвращаешься с белоснежной голливудской улыбкой. По рекомендации, которую мы видим на коробочке, написано, две минуты подождать. Через две минуты можно наклеить на поверхность ваших зубов, и у вас, не вру, show of your million dollars smile. Улыбка на миллион долларов. Итак, две минуты у нас прошло, я достаю из стаканчика зубы. Они, кстати, стали более мягкими. Красиво? Надо сфотографировать. Улыбка на миллион. Абсолютно не держится. Разговаривать в этом невозможно. А процеловаться на свидание, я вообще волчу. Ерунда. Не стоит того. Отбеливающий гель-карандаш. Отбеливание зубов еще никогда не было таким простым. Наносите гель на зубы, и буквально через 15 минут наслаждаетесь белоснежной улыбкой. Вот он гель. Выглядит он таким образом. Сейчас мы его распакуем. Выглядит как карандаш. Попробуем нанести. Никакой жидкости не ощущается. Почему? Интересно. Слушайте, я не знаю, какой здесь гель, но кисточка абсолютно сухая. Стоит эта штука 500 рублей. Если честно, полная ерунда. Потому что, например, в том же самом составе, который у него содержится, у него нету главного компонента для отбеливания. Пероксид водорода. И при всем при этом он еще и не работает. Давайте сломаем, посмотрим, что там внутри. Итак, мы его разобрали. А он пустой. На самом деле, мы разломали до конца вот этот самый карандаш и нашли там какую-то жижу в глубине, но она не выдавливалась. Ее было катастрофически мало. Чтобы отбелить вот этим все поверхности зубов, ну, прям это, не знаю, какое-то волшебство должно быть. Но я бы этой штуке точно не доверял. Отбеливающие полоски. Довольно часто вы спрашиваете про них. Вот они. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Итак, открываем. Отлично. Здесь несколько упаковок этих самых полосочек. Использовать каждые три месяца для более светлой и яркой улыбки. Чтобы достичь лучшего отбеливающего эффекта и сохранить его, постарайтесь во время курса отбеливания избегать употребления красящих продуктов. Много у нас продуктов без красителей? Пожалуй, нет. Четыре простых шага, как красивым, красивым белым зубам. Просто отклеиваем, приклеиваем на зубы. Дальше через 30 минут удаляем полоску и получаем эффект отбеливания. Давайте смотреть. О, тут даже есть профессиональная шкала. Можно по этой шкале посмотреть, какого цвета у тебя зубы и до какого цвета ты можешь их отбелить. Смотрите. Давайте-ка откроем, посмотрим, что же у нас там. Это тряпочка для зубов на верхней челюсти. Такую же нанесем на нижнюю челюсть. Имеет определенный привкус, меняет дикцию. Поверьте, калкасский акцент. Ну, на самом деле, да, оно отклеивается. Слушайте, если... Если честно, на привкус... Ничего, нормально, терпимо, ничего гадкого не могу сказать. Но я не верю в то, что за 30 минут можно получить эффект отбеливания. Опять-таки, повторюсь, для того, чтобы получить эффект отбеливания за такой короткий период, в геле должна содержаться довольно большая концентрация пероксид-водорода. За счет того количества геля, которое нанесено на этой полоске, и тех самых 30 минут, которые вы каждый день будете ходить, мучиться по квартире, эффекта, вау, вы не получите. Пероксид-водорода там есть? Нету. А, нету? Нету. Ты говоришь, недостаточно 30 минут. Даже каждый день по 30 минут в течение месяца, это тоже недостаточно. Этого будет тоже недостаточно, потому что у нас нет того самого главного вещества, которое может дать нам максимальный эффект отбеливания. Поэтому я, вот по крайней мере, конкретно вот эти полоски считаю полной ерундой. Но если же вы хотите действительно вау-эффект, то это просто сходить к стоматологу и сделать кабинет на отбеливание, где есть активные гели с высоким содержанием этого самого пероксид-водорода, и эффект действительно будет на большое количество тонов светлее. Вот так-то. Поехали дальше, что у нас там еще? Дальше, электрическая зубная щетка за 400... Кто распаковал? За 490 рублей. Доставайся. Боже, она суперлегкая, она какая-то никакая. Очень ненадежная, по ощущениям, по крайней мере. Давайте сейчас достанем. Все вместе. И насадки. Зато могут все члены семьи пользоваться. Батарейка самая ценная, что здесь есть. 400 рублей батарейка, пожалуйста. Итак, вибрации пошли. Извините, я это не буду себе в рот устанавливать. Но настолько все это дело двигается, вибрирует не, скажем так, без какой-либо нагрузки, что вряд ли это как-то будет очищать вашу поверхность. Можно взять, проще, точнее взять обычную мануальную щетку. За 400 рублей можно найти довольно хорошую зубную щетку. И самостоятельно, своими руками, за счет качества этой щетки, как следует очищать поверхность. Чем использовать вот такую дешевую, хлипкую конструкцию, которая вибрирует только за счет звука и никакого эффекта не дает. Но это полная ерунда, и уж вот эти вот насадки, я не знаю, а сами щетинки-то, господи. Чувствуете? Умоляю, не покупайте эту гадость. Дальше у нас ирригатор за 599 рублей, за 600 рублей. Ирригатор, помните, это специальный аппарат, в который наливаешь воду, и под сильным давлением струей воды очищаешь межзубные промежутки. И по идее, если это хороший аппарат, там должно быть сильное давление, чтобы как следует все вычищать. Сейчас посмотрим, что за 600 рублей мы можем получить. Средняя цена ирригатора, доступного качественного соотношения цены-качества, в районе 5000 рублей. А у нас за 600 рублей. Вот такой ирригатор. Давайте посмотрим. Скупой платит дважды, есть такая поговорка. Боже. Простите. Я вам говорил о том, что ирригатор это инструмент, куда наливаешь воду, нажимаешь на кнопку, и под давлением струя воды идет. Да, так оно и есть. Но в данном случае струю воды регулируешь сам. Просто ее качаешь. Вот такая не очень чистая емкость, куда наливается вода. Ой-ой-ой-ой. И теперь проверяем, как же он... Я его закрыл, но из него выливается вода. Слушайте, классно, что она вверх стреляет, но вопрос в том, она должна быть с изгибом, для того, чтобы мы могли попасть в труднодоступные места. А самое главное, вот эта струйка, которая здесь льется, она... Во-первых, когда я наклоняю для того, чтобы почистить себе зубы, из него вытекает вода. Ну, слушайте, это... Ну, это чепуха какая-то. И под разными углами она не срабатывает... Она срабатывает только в одном направлении. Это снизу-вверх. Вот так. Вот так она очистила. Ирригатор тоже ирригатор. Этот стоил 600 рублей. Сам руками качаешь. Помните, да? Ерунда полная. Этот стоит 1000 рублей. Давайте посмотрим, в чем между ними разница. Опа! Тут уже, смотрите. Чуть более профессиональный подход. По крайней мере, есть разные насадки. Есть насадка для языка. Есть различные для межзубных промежутков. В этом случае у нас просто какая-то пластмассовая штука с дыркой на конце, которая якобы считается насадкой, что ли. Да, такая микроклизма для птичек какая-то. Так, давайте посмотрим, как оно... Ну, вот тут уже более серьезно. Во-первых, не надо самому качать пальчиком. Ты нажимаешь, и он работает. Давайте мы сейчас наденем на него насадку. Та же самая емкость. В нее наливается вода. О, боже мой! Тут должна быть регулировка струи. Но я ее не могу отрегулировать. Вроде как он льет хорошо, но как только ты поднимаешь руку... Потому что водичка не достает. А как я должен это контролировать? Ну, типа... Все? Перестал работать? Под каким-то другим углом ты поставишь ирригатор, он просто перестает работать. Слушайте, на самом деле, это тоже полная ерунда. Потому что ты не можешь все время контролировать и держать этот аппарат под определенным уклоном. Или же вот просто под одним углом для того, чтобы он только так работал. Когда мы очищаем поверхность, мы его смещаем в разных плоскостях. И он должен срабатывать везде. Поэтому не очень удобно. Поехали дальше. Еще одну вещь, которую я хочу с вами разобрать. Любимая у тиктокеров стразы на зубах. В рекомендации написано, что если все сделать как там написано, по технологии соблюдения всех моментов, то стразы на зубах могут продержаться целый год. Хотите целый год ходить вот с такой штучкой на зубах? Состав. Хрусталь. Стразы 100% чехословакские. Открывается коробочка. И выбираем стразы, которые нам больше нравятся. Вам какие больше нравятся? Крутится это с трудом. Ну, давайте выберем, например, яркую красную. Тем более она сама выскочила. Как ее клеить, интересно? Я не очень понимаю, как это должно клеиться. Но давайте попробуем просто на зуб. Нет, оно так не клеится. Что-то помогает. Там что-то здесь вот третья рука, видишь? Я даже не ел. На самом деле нам в упаковке не прислали гель и клей, который фиксируется непосредственно в вот это самое стразы. Но посмотрев видео, которое дают в рекомендациях, я могу вам сказать вот что. Гель и лак, на который происходит фиксация, это те же самые гели и лаки, которые мы используем в автоматологических кабинетах. Но там есть так называемая ортофосфорная кислота, которая может, если неправильно ей воспользоваться и попадет она на слизистую, произвести вам ожог вашей самой слизистой. Это действительно кислота. Поэтому с гелями нужно быть аккуратным и учитывая, как происходит процесс фиксации, засвечиванием и так далее на видео, мы понимаем, что самостоятельно дома это обывателю, ну, вряд ли удастся сделать корректно. И уж тем более сделать так, чтобы это продержалось год или два. Одним словом, очередная ерунда. Для зуба с точки зрения вреда мало вредно, но с точки зрения комфорта и эстетики, ну, точно не отходите столько времени. В домашних условиях, засветив и засделав это все, ну, может быть, денечек, проходите два, а потом отвалится. Поехали дальше. Итак, самое удивительное, что мне попалось на маркетплейсе, просто необычное и которое вызвало у меня огромное количество любопытства и желания попробовать, это ломба. Да, вы не ослышались, оказывается, можно самостоятельно в домашних условиях поставить себе пломбу, если у тебя произошел скол. Ну что, будем читать инструкцию и пробовать, как же это работает. Поехали. Приготовьте стаканчик кипятка и положите в него около 15 штук бусинок, вот таких вот бусинок. Дождитесь, когда бусинки станут прозрачными и превратятся в гель. Вытащите полученную гель в чашку и немного охладите. Затем поместите полученную массу в отверстие зуба или сделайте имитацию зуба. Ну, я так понимаю, просто наклеить на поверхность зуба. Полученную форму охладите, пока она не станет белой. Как охладить? Холодной водой, скорее всего. Нам нужна будет и горячая, и холодная вода. Так, запрещается во время пользования имплантом употреблять горячие напитки. А, интересно. То есть, получается, в то время, пока у вас стоит вот эта самая временная пломба, вам нельзя пить ничего горячего. Интересно. Ну, давайте попробуем. Итак, у нас готов кипяток. Мы должны сюда бросить, как я понял, где-то 15 бусинок. Давайте бросим побольше. И они должны стать полностью прозрачными. Итак, смотрите. Это все превратилось в такую консистенцию в виде геля и прозрачная. И очень липкая. Боже, что это? Это что-то очень вязкая. Так, это что-то вот такой вот консистенции. Какая-то жвачка. Так, теперь это нужно поместить на поверхность зуба. Так она не лепится. Ага. Теперь надо охладить. Она должна побелеть. Ждем, пока она охладится. Пока вроде держится на зубах, но хотя я вот разговариваю и чувствую... Нет, она не держится на зубах. Слушайте, такая очередная ерунда. Да, временная пломба в домашних условиях. Ну, вот, ну, посмотрите. Мы для эксперимента закинули воду для того, чтобы он охладился. Посмотреть, превратится ли он. Опа, и вот снова белый цвет. Якобы оно должно было быть закреплено на ваших зубах. И превратиться вот в такой белый оттенок пластмассы, похоже, больше. А если мы обратно в кипяток его опускаем, что с ним происходит? Поэтому вам нельзя на времени, пока у вас, типа, временная пломба на зубах, что-то горячее пить. Одна половинка прозрачная, другая белая. Та, которая нагрелась, она прозрачная. Та, которая охлажденная, она белая. Я против. Я не рекомендую. Все, что сегодня мы с вами смотрели, это полная ерунда. Покупать это не стоит. Это все не работает. И просто маркетинговые штучки. Обратитесь к профессионалам. Они вам помогут быстрее, эстетичнее. Да, может быть, это будет чуточку подороже. Точнее, нет, это будет подороже. Но это будет надежнее, красивее и долговечнее, чем вся вот эта вот. А, и самое главное, безопасно. Понравился ли вам такой формат распаковки стоматологических продуктов? Если да, пишите комментарии. Попробуем еще раз что-нибудь такое сообразить. Ну, а на сегодня все. С вами был доктор Рауль. Всем хорошего дня, отличного настроения. Лайки, комментарии с вас. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok